Готовность Ивановской области к отопительному сезону обсуждали во вторник на заседании правительства. По словам зампреда правительства Александра Шабатинского, никаких ситуаций, которые вызывали бы опасения или грозили срывом начала отоп-сезона, на данный момент нет. На подготовку объектов ЖКХ отраслевыми организациями потрачено 265 миллионов рублей. На модернизацию инфраструктуры – 180 миллионов. Из 413 источников теплоснабжения, обеспечивших тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы, готовы к эксплуатации 385 котельных, это 95%. На остальных источниках работа на стадии завершения. Готовность тепловых сетей составляет тоже около 95%. Необходимо отмечить, что в подавляющем большинстве муниципальных образований подготовка источников теплоснабжения тепловых сетей осуществляется в плановом режиме и показатели, в принципе, высокие. То есть до конца исполнения, срока исполнения плана у нас остается где-то месяц. То есть надеемся, что все мероприятия, которые запланированы, будут исполнены. Палехский, Пестяковский и Юрьевецкий районы не запаслись топливом должным образом. Также активисты Народного фронта обратили внимание губернатора на группы нарушений в процедуре возврата коммунальных объектов муниципальной собственности, переданных ранее в хозяйственное ведение. Фактически изымается имущество незаконное использование, которое находилось в хозяйственном ведении у одних предпринимателей без должных процедур. Это всегда имеет проблемы. Иногда люди начинают путать, где бараны общественные, где бараны свои, и пытаются изъять из муниципального имущества, с котельных снять какие-то приборы, оборудование. Здесь очень хочется попросить проклятные органы повышенное внимание привести к этим вопросам и четко следить, чтобы не было... Вот в Палехе, я знаю, ситуация такая сложилась, что фактически люди ушли, сняли оборудование и вовремя не смогли отреагировать. Из-за этого сложилась ситуация подставания подготовки. То есть хочется, чтобы здесь четкая работа была муниципалитетов, органов, и предприниматели сами задумались и поняли, что в общем и целом все-таки приоритетно должно быть это безопасность и теплознабжение, а не свои какие-то узкокорыстные интересы. Санитлав Воскресенский попросил глав муниципалитетов сообщать о подобных проблемах на местах. Теплознабжение должно быть надежным и ритмичным, подчеркнул губернатор. К тому же похолодало немного раньше, чем все рассчитывали. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.